В данном уроке создаем свой ландшафт в последней 2018 V2 версии Twinmotion, но обо всем поподробнее. Всем привет! С вами Джонник Икс. Перед нами главное окно программы. Сделаю небольшое отступление. До 2018 версии, для примера в третьей и 2016 версии, инструменты ландшафта были выделены в отдельный раздел Landscape, где сами инструменты были распределены в террель местность, скал приобретать и пейнт рисовать. Доступность, а значит простота. Начиная в 2018 и продолжая в 2018 V2 версии, раздел ландшафт куда-то пропал. Но куда? Слева сверху, под панелью быстрого доступа, есть треугольник. Жмем на него. Раскрывается Library, библиотека. Справа сверху открываем Vegetation and Landscape, растительность и ландшафт. Слева сверху Landscapes, ландшафты. Теперь перед нами на выбор два типа ландшафта. Flat, ровный плоский и Rocky Glasslands. Скалистые луга. И хоть название Скалистые луга звучат заманчиво, выбираю Flat, ведь мы сами себе ландшафта встретили, не так ли? Кликаем левой кнопкой мыши на картинку, удерживая кнопку, перетаскиваем полигон. Появляется окно Preparing Terrain, подготовка местности. По окончании которой появляется ландшафт, плоский. Приподнимем его над плоскостью полигона, на тот случай, если потребуется делать углубление в земле. Ландшафт есть, как и есть скал, клепка и пэнт рисования под полигон. Но если вы решили добавить объект, к примеру, расположим транспорт. Перетаскиваем на полигон, и инструменты пропали. Но без паники, вернуть на место их можно откликнуть по самому ландшафту. И подробнее о инструментах. Скалп, лепка. На темной полосе вы можете увидеть 6 вариаций лепки. Erase, поднять. Dig, рыть, копать. Smooth, складить. Noise, неровности, рандомные. Erode, размывать, выветрить. И Flatten, выравнивать. Ниже можно регулировать диаметр кисти. Intensity, интенсивность или скорость кисти. И Shape, форма кисти. Доступны стеклу, круг. Smooth, стеклу, ровный круг. Lops, капли клякса. И Stains, разводы пятна. Пусть экскаватор не зря стоит. Создадим, то есть выроем яму. Жмем на Dig. Далее, Diameter выставляем 2-3 метра. Так как проверяем, то Intensity 15-20%. Shape выставляем тот же. Круг в данном варианте самый подходящий. Левой кнопкой мыши на полигоне. Постепенно появляется яма. Яма есть. Но эти углы... Smooth. Intensity выставляем на 10%, не больше. Надо ведь чуть-чуть подправить. Применяем. То, что нужно. А как же остальные инструменты? Проверим мы их. Noise. Выставим диаметр побольше. Действительно. Рандомные неровности. Или холмы. Erode. Настройки те же. Соответствуют своему названию выветривания или вымывания. Очень в данном случае. Flatten. Хорошо подойдет при создании основы для авто и жд дорог. Если они на возвышенности. Кто работает с программой Illumin, тот конечно поймет схожесть этих инструментов. Но вернемся на шаг назад. Landscape. Paint. Рисование. Четыре текстуры на полигон. Точнее четыре ячейки под текстурой. Текстур самих много. И в библиотеке. Помещаются в ячейку. Или заменяются. Перетаскиваем ее саму. Левую кнопку мыши и тянем. Из параметров. Диаметр. Диаметр кисти. Scale. Размер. Текстуры. Opacity. Непрозрачность. И shape. Форма. Проверим работу. Выбираем ячейку из текстуры. Устанавливаем диаметр. То есть диаметр. Scale. Размер. Capacity. Непрозрачность. Кстати функционал схож со скоростью кисти. Shape. Форм. Лучше. Все же круг. Зарисуем яму. Чтобы выделялась. Дескать. Старительная работа. Если не нравится резкий переход между текстурами. Уменьшаем значение непрозрачности. А на этом все. Понравилось видео? Не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание. И до скорых встреч.